Здравствуйте, меня зовут Леон Овакян и в сегодняшнем ролике речь пойдет о том, как пользоваться разработанной нами, в том числе нами, программой MSTM Studio, которая позволяет рассчитывать оптические характеристики сферических частиц произвольного состава, размера, взаимного расположения двух относительно друга, методом T-матриц с учетом взаимодействия между частицами и методом теории МИ, которая работает для изолированных наночастиц. Итак, приступим. Детали установки и первичные настройки написаны на сайте также как и руководство, пользователи, поэтому я здесь на них не буду устанавливаться. Возможно, я освещу этому отдельные ролики, отдельные презентации. Здесь, в качестве примера, мы используем операционную систему Linux, где есть терминал, который, собственно, определяет основные наши возможности. Запуск программы, возможности терминала, возможен иными способами. Поскольку мы работаем в Linux, то запустим из терминала. В первую очередь нужно указать набор материалов для описания того вещества, из которого будет состоять в том числе. Делается это в континуальном приближении через частотно-зависимую диэлектрическую функцию, более конкретно через частотно-зависимый индекс преломления, комплексно-значный. То есть можно задать комплексное число, нажав на кнопку плюс, если выбрать единичку, это будет воздух или вакуум, мы можем ввести друг к другу по диэлектрическим свойствам. Можно здесь записать какое-то другое число, например, с потерями, добавить новый материал, сменить цвет на какой-то иной. Можно загрузить эти данные из файла с специальным заголовком. Сейчас покажу этот файл. Вот у меня есть файл, это gold, у меня есть поставки программы. Заголовок у него длина ровная, часть действительная, мнимая часть электрической функции. Первый столбит, собственно, длиной вул, если не в микронах, но при импорте будут автоматически переведены в нанометры, поскольку значения очень маленькие. n и k. Загружаем этот файл. Загружаем его с помощью кнопки открыть. Вставляем. Вот появился еще одна строчка с меткой n2. Хотите внимание, что метка n0 автоматически подставилась в качестве матрицы. Мы могли бы рассмотреть на частицы матрицы золото. Какие-нибудь пустоты. Но пока мы рассматриваем на частицы матрицы стекла. Как же выглядит зависимость по длине волны? Для того, чтобы это посмотреть, нажимаем на кнопку построить. 300 до 800. Также есть встроенная функция параметризации рюкса для золото-серебряных сплавов. 1 будет чистое золото. Нолик. Чистое серебро. Понятно, что возможно значение между ними. Дальше. Можно теперь сформировать сферы с помощью программы МСТМ, разработанной Миченко и Маковский. Считать, какой же будет от них отклик. Вот возьмем, сделаем сферу радиусом 25 нм, то есть диаметром 50. Сделаем из чего? Вот возьмем из нашего непонятного материала М1 с потерями и цвет этого материала. Если все настроено правильно, то при нажатии на calculate у нас будет посчитан спектр. Расчет запуска программы МСТМ и расчеты происходят во временной директории. После окончания расчета у нас выводится результат. Поля на графике нужно поднастроить чуть-чуть, чтобы не было все видно. То есть бывающая функция ничего особенного. Понятно, что то есть мы возьмем и изменим эту частицу. Двойным щелчком для нажатия на кнопку изменить. Делаем это больше. Присчитаем. Пока что мало что изменилось. 50. Это 100 мм частицы. То есть это уже будут микрочастицы. 250 мм. Диаметр 500 мм. Это пол микрона. Не помещается даже. Колесиком уменьшу размеры отображаемые. Ощущен занимает больше времени. В результате приходится подождать. Говоряются же какие-то особенности изгиба. Это уже не является плазмонным эффектом. Не является нано уровнем. Частицу можно удалить. Добавить еще одну. Уже теперь золотою. М3. Это золото. Эсперметризация рюкса. Размером радиус 20 мм. Вначале. Ну пусть она будет смещена. Изначально координат. Куда-нибудь. Вот такая частица. И посчитаем на нее. Фактически. Спектр. Бросания. Мы видим здесь. Характерно. Особенность на 500 мм. Это. Особенность золота. Мы можем добавить сюда еще одну частицу. Допустим. Серебряную. Радиус. Куда-нибудь подальше. По Х. Тут они пересекаются. Если я пробую посчитать. Такие пересекающиеся частицы. То выйдет ошибка. В терминале. Все сферы перекрываются. Если я отредактирую вторую сферу. Вот. Наливаю. Первая сфера. Так. Кондактирую. Эту сферу. Так. Чтобы она. Была полностью внутри. Или полностью снаружи. Давайте попробуем. Полностью внутри. Вот. Внутри. 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 Раз. Позвольте. Посчитать. Программа. Откликается. Счет закончился. Почти ничего не изменилось. Что теперь дальше. Интересно. Другие возможности. Они будут работать. И без MST. Если я удалю все эти сферы. Это. Простые. Функциональные зависимости. Например. Просто фоновая добавка. Постоянная фоновая добавка. По умолчанию. используется. Constant background. Ее можно изменить. Можно взять. Линейную функцию. Это. Первое значение. Константа. Второе. Линейный член. Если я его построю. Такой. Наклон будет. Можно добавлять. Сюда. Еще. Вклады. Вот. Линейная. Лоренцевый фон. Теория. Ми. Два варианта. Пики. Лоренцевые пики. Это. Амплитуда. Этого. Пика. Положение. На. 500. И. Ширина. Вот. Он. Достаточно. Большой. Пик. Поэтому. Он. Давит. Самый. Фон. Новую часть. Давайте. Умень. А. Не давит. Это. Мы строим только его. Если мы построим их все вместе. То. Он. Оказывается. Незаметным. На. Фоне. Линейной части. Немножко. Он. Немножим этот рост. Добавим сюда амплитуды. Что. Слава. Вот. Видна. Лоренцева. Составляющая этого пика. теория ми может быть самая полезная часть программы хотя она так и не задумывалась вклад ми от одной частицы это вес этого вклада единичка это радиус частицы или диаметр сейчас проверить 50 и пусть это будет золотая частица 500 смещённо радиус частицы да это радиус частицы и он находится в 100 нанометрах резонанс как это было и случить те матрицы для сберывания частиц конечно мы сюда можем взять добавить еще одну изолированную частицу сделать уже ее плюс серебра посмотреть как же будет вести себя такая смесь в общем-то похоже на то что давала теория эта матрица но здесь нету учета перерассеяния полей на них часто бывает интересно посмотреть на то как ведет себя ансамбль таких не одна единственная изолированная сфера а много изолированных сфер расположен так далеко друг от друга что несущественны детали их взаимного расположения для этого часто используют лохнормальное распределение то есть вес средняя параметр милл лохнормального распределения это полтора параметр сигма лохнормального распределения и материал из которого изготовлены частицы материал пусть это будет снова золото построим это распределение достаточно узкое распределение можно чуть пошире сделать можно его сдвинуть в сторону больших значений вот так построим спектр для ускорения расчетов строится кэш дальнейшем если мы будем менять только параметры распределения этот кэш перестраиваться не будет если мы изменим материал сферы или если изменим интервал в котором мы будем считать то естественно будет пересчет этого кэша остались вопросы фитинга ограничение которое возможно наложить и фитинги описание экспериментального спектра которых возможность поговорим в будущем спасибо за внимание до встречи здравствуйте меня зовут леона в океан и я представляю не просто